Конечно, хочется снимать красоту, помочь коптерам. Это очень интересно, хочется поймать, потому что очень яркий город, впечатляющий. Вообще-то по паспорту он Грэм просит называть себя просто Гришей. Говорит, у него британские корни, но русская душа. Именно поэтому сейчас Грэм снимает фильм о Тюмени. Офигеть, это вообще бомба. Это просто огонь. Грэм называет себя независимым журналистом и показывает, как на самом деле живет Россия в условиях санкции. То, что он видит через объектив своей камеры, слишком отличается от того, что показывают в родном Лондоне. Они так показывают, через этот шаблон, что здесь исключительный негатив. Все, как бы, народ страдает и мучается от этого все. И это самое все здесь, они думают, это полный просто жизнь приостановило. Все свои репортажи он выкладывает в интернет и собирает миллионы просмотров. Правда, в Лондоне он теперь чужой среди своих. Вот, что о нем пишут столичные таблоиды. У нас главная газета Делли Мэйл. Делли Мэйл, и они пишут в Лондоне, да? Да, в Великобритании. Они пишут негативы. Этой холодной весной он отправился в горячую точку и показал все, что происходит на Украине. Вот его самые первые кадры. Их Грэм снял при въезде в страну. Тут он берет интервью у жителей Черниговской области. Время тяжелое, да? Тяжелое. А здесь снимают, как русские солдаты раздают гуманитарную помощь. Брали уже? Вот, непосредственно. Берите, пожалуйста. Он не видел боевых действий, зато наблюдал, как работает оружие пропаганды. Ты знаешь, что было страшно? Я скажу точно. Это значит, что я жил там с бабушкой. Она смотрела каждую ночь украинские передачи, украинские новости. И до этого она, наверное, миленькая, нормальная бабушка. Она начинает смотреть, бачить на украинских новостях и быстренько становится монстром. Зато Тюмей встретила Грэма добродушно. За несколько дней он понял, в гостях хорошо, а дома хуже. И решил пока остаться в России. Правда, на пару недель он все же съездит в Донбасс, чтобы снять честные истории местных жителей. Ты знаешь, главное, когда мы общаемся с народом, это без предвзятности, без все по-честному. Дарина Еранцева, Владимир Кондратьев, Тюменская служба новостей.